Легионеры маршируют на юг от Александрии. 3000 римских воинов и около 400 лучников под командованием Тиберия Суцелы идут к южным границам Египетского царства, что уже был взят под контроль Цезарем. Римлянам необходимо обезопасить города Египта от неминуемого вторжения Эфиопов. После падения фараоны у царства Куш развязаны руки, и они не упустят возможности вторгнуться и разграбить города. Тиберий Суцелы имел в своем распоряжении несколько подразделений эвакатов, первой когорты, а также тяжелых и доспешных легионеров. Днем на пути к приграничному городу Египта начался сильный буран. Табу – очень пыльная и мощная песчаная буря. Рибун и не думал останавливать марш своих воинов и продолжил ход. Однако видимость обзора не позволила им дальше идти верным путем. Римские легионеры сбились с курса, и вот уже они прошли мимо египетского города и случайно пересекли границы Куша. Сила бурана ослабла, и бедуины Эфиопов обнаружили марширующих легионеров, немедля доложив об этом в ближайший город. Настали трудные времена. На канале нет монетизации. А это, напомню, единственный источник дохода, благодаря которому я могу заниматься каналом, делать для вас ролики и в целом создавать какой-либо контент. Если есть возможность поддержать донатом, то сейчас самое время. Ссылки в описании. Если такой возможности нет, то прошу вас смотреть ролики с VPN, хотя бы какую-то ее часть. Ставьте страну США, Великобритания или Германия. Мне как никогда необходима ваша поддержка. Спасибо. Ответ на пересечение границы не заставил себя долго ждать. Армия Куша численностью в 12 тысяч немедля выступает навстречу, на полном ходу не сбавляя темп, устремляясь к легионерам. Римский полководец, лишь когда увидел рьяно несущихся к легионерам африканских слонов, понял, что совершил ошибку в своих расчетах, и отступить после иснурительной дороги уже не вариант. Гонятся и слоны эфиопов быстро нагонят отступающих и перебьют. Слоны уже близко, кавалерия эфиопов уже находится неподалеку от флангов. Тиберия решает дать бой и располагает своих легионеров, готовясь сдать сражение. Римские воины еще не знали, что их ждет, ведь прямо сейчас начнется кровавая баня. Первую группу слонов удается расстрелять дротиками, прежде чем они смогли соприкоснуться с щитами легионеров. Кавалерия эфиопов также подверглась обстрелу, однако численность всадников дала неприятелю возможность, несмотря на потери, устремиться в построении римлян, и пошатануть несокрушимую формацию некоторых из когорт. После натиска от эфиопов, многие из римлян утратили былую мораль и пилумы. Трибуны ясно дают понять, что отступить не является возможным. Стоять насмерть, битва. Только началась, и уже эфиопская пехота, в пять раз превосходившая по численности римлян, вдарила на полном ходу и завязала бой по всем фронтам с построениями римлян. Стоять насмерть, битва. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Через некоторое время лишившийся сотни бойцов, командующий римской армией понимает, что через час всех легионеров перебьют как мух. Также трибуна осознает и то, что эфиопы толком не пытаются бить в тыл. Диасиберий расположил резерв из трех подразделений легионеров. Скорее всего, это единственная возможность трибуны наконец что-то предпринять. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь трибуна нужно действовать решительно. Притрианцы что храняли его и единственная когорта в тылу, это все на что мог рассчитывать трибун. Теперь и ждет подходящие возможности, чтобы укрывшись, песчаной бурей ударить внезапно в пыл сражающихся эфиопов на правом фланге. Войны Рима изрядно выдохлись и уже не могли дать равный отпор эфиопским бойцам, средь которых были не только легкие отряды с палками и камнями, но и легендарные бойцы по типу адептов Сабека и воинов с шатылами. Эти бойцы с легкостью сокрушили выбившихся и строили легионеров, и лишь крепкая формация римлян могла сдержать их натиск. Когда время пришло, Сиберии с притрианцами и последней когортой уходят в глубокий тыл, скрываясь от взора кушетских полчищ. После чего, обогнув сражающихся эфиопов, набрав скорость и неистово вдарили и сокрушили тыл неприятеля. Субтитры создавал DimaTorzok Один отряд за другим эфиопы начали нести серьезные потери на правом фланге. Войны Рима воодушевились и перешли в контрнаступление. Трибун сам лично вступил в бой со своей свитой притрианцев, не оставляя врагу и шанса на отступление. Тем временем на основном фронте и левом фланге римляне также несли серьезные потери. Однако хаос на правом фланге спустя некоторое время донесся до эфиопов и здесь. Хватка после чего тех ослабла, однако никто и не думал отступать. Лидер Куша решает перебросить всех своих лучников на правый фланг, после чего стрелки неприятеля начинают заливать спины стрелами сражающихся легионеров и притрианцев. Не щадя своей жизни, римлянам удается сломать построение эфиопов на правом фланге. Несмотря на постоянный обстрел, воины Рима, не щадя своей жизни, начинают нагонять отступающих. Однако трибун отдает новый приказ и прямо под градом стрел переформирует еле уцелевшие подразделения римлян. И с правого фланга ведет прямиком в тыл эфиопам, что ведут свой бой на основном фронте и на левом фланге. И все это под постоянным обстрелом лучников. Стрелки эфиопов раз за разом обрушивали шквал стрел на колонну римлян. Но остановить легионеров им так и не удается. Трибун наконец добирается до тыла эфиопской армии и бросает всех легионеров в спины сражающихся в уйнов пуша. Стрелки эфиопу. В прelt. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня римскому трибуну повезло. Если бы эфиопы не утратили свою мораль, боюсь, неприятель бы одолел легионеров. Ведь стрелы, что выпускались эфиопами, почти расстреляли в спину всех римских воинов. И тогда, боюсь, на этом удар в тыл прекратился бы. Из-за римлян уцелело не более 600 воинов. Из тех, кто ударил в тыл, остались лишь единицы. Эфиопы уже утратили одну треть своей численности. Если бы не самоотверженность легионеров и выдающаяся храбрость трибуна, что не пожалев себя, принялся руководить битвой и находясь непосредственно в ней, боюсь, юг Египта подвергся бы тотальному разграблению. На канале нет монетизации. На создание этих роликов уходит огромное количество времени. Если есть возможность поддержать канал донатом, сейчас самое время. А если такой возможности нет, то прошу вас смотреть ролики с VPN. Я с удовольствием продолжу работать для вас. Все ссылки на донат-алерт, сендендпэй в описании. Буду благодарен каждому. И в начале следующего ролика обязательно укажу всех тех, кто поддержал канал донатом или приобретенный випкой. Спасибо.